Всем доброго дня, это Гелиосар и География просто. Учебник под редакцией Алексеева, География 8 класс. Параграф 9. Наш демографический портрет. О чем рассказывает пирамида населения. Пирамидой населения называют вот эту вот замечательную картинку. И я своими словами опишу, что на этой картинке находится. Собственно говоря, вот здесь вот внизу написано, сколько примерно тысяч человек находится. А в принципе вот здесь вот идет должна быть градация возраста. И вот она по самому центру есть. То есть сколько тысяч человек в стране того или иного возраста. И здесь видно, причем здесь идет разбивка по полу мужчины и женщины. И вот начиная с самого низа мы видим, что младенцев, получается, эта пирамида, она соответствует 2012 году. И здесь можно увидеть, что младенцев, их больше, чем, например, вот постепенно повышается. То есть меньше всего, по сути, в стране, если брать молодые, это 15-летних. И здесь ничего странного нету, потому что 15-летние это те, кто рождался в 90-е годы. Тогда рождаемость очень сильно упала. И ничего странного нет в том, что в 15-летних меньше, чем, например, тех же младенцев. Младенцев и в возрасте до 5 лет, до 10 лет, всех вот этих детей в целом больше, чем тех, кто имеет возраст от 10 до 15 лет. Потом виден резкий взлет тех, кому 20 лет, 25. Это те, кто рождался, по сути дела, в самом конце 80-х годов, когда Советский Союз еще был жив. И в целом еще было не так уж и плохо. Причем обратите внимание, что вот здесь, вот со стороны этого синего цвета, есть такой более синий цвет. Это означает, что мальчиков больше, чем девочек. И да, такой факт есть, что мальчиков рождается больше, чем девочек. Это известный факт, так абсолютно везде. Ну, можно сказать, что это такой закон природы. Потом видно, что постепенно количество девочек и мальчиков уравнивается. Дело в том, что мальчики больше любят риск и, к сожалению, чаще погибают. Например, молодые люди чаще погибают в авариях, чем девушки. Такая вот, к сожалению, особенность. И видно, что где-то с возраста 45 лет женщин становится больше, чем мужчин. Причем обратите внимание, что женщин, особенно в возрасте 70-75 лет, намного больше, чем мужчин. Сильно больше. Мало того, продолжительность жизни женщин больше, чем у мужчин. Мужчин в возрасте 95 лет буквально единицы, а женщин все-таки немножко больше. Это тоже такой показатель, который четко виден на данной пирамиде населения. И, конечно же, какой вывод можно сделать, глядя на данную картинку? Можно понять по данной картинке, что все-таки количество детей постепенно увеличивается. Увеличивается рождаемость, что является достаточно хорошим показателем. А вот, например, то, что количество женщин старшего возраста больше, чем количество мужчин, показывает на то, что мужчинам приходится гораздо больше и гораздо тяжелее работать, чем женщинам. Соответственно, здоровье мужчин хуже. И мужчины умирают раньше и чаще, чем женщины. И вот этот показатель, конечно же, надо менять. К счастью, сейчас, уже в 2019 году, данная пирамида, она все-таки в целом больше поменялась. И ситуация хоть немного, но улучшилась. Сейчас уже продолжительность жизни даже мужчин, она выросла. Где население молодое, а где старое? Самый простой способ анализа возрастной структуры – это выявление доли во всем населении. Глядя на нашу вот эту пирамиду, можно увидеть, что в целом большинство населения в России – это трудоспособный возраст. Но есть, конечно, проблема, что постепенно будут уходить те вот это количество людей, то есть те, кому в 2012 году было 50-55 лет, они постепенно будут уходить. И надо будет платить им пенсию, а работать должны будут те, кого очень и очень мало. То есть на работу должны будут выходить те, кому тогда было 15-20 лет. И вот это как раз-таки создает такую изрядную проблему, что уходит гораздо больше, чем приходит на замещение работы. А содержать людей, платить им пенсию все равно надо. То есть возрастает нагрузка на бюджет. Приходится платить больше пенсии, а работающих получается меньше. На демографическую ситуацию в регионах России влияет неравномерный переход к современному типу воспроизводства. Также различная направленность миграций. Возрастной состав населения регионов России отражает их демографическую историю. Территории с длительным оттоком населения чаще всего имеют более старое население, ведь уезжает в основном молодежь. Наоборот, наиболее молодое население сосредоточено в районах нового освоения. Особенностью последних является минимальная доля жителей пожилого возраста. Наименьшую долю людей пожилого возраста, то есть всего-то 8-15%, имеет Ямало-Ненецкий автономный округ и другие районы Крайнего Севера. Откуда большинство выходящих на пенсию уезжает в другие районы. Уж очень там холодно. Но, так как там много нефтяных месторождений, там очень много работающих и даже молодых. Другой полюс, южные регионы, это Краснодарский и Ставропольский края. Сейчас уже и Крым туда присоединился, где велика как доля детей, так и доля пожилых людей. Многие из которых переехали сюда из северных районов после выхода на пенсию. В итоге в этих регионах минимальная доля трудоспособного населения. Наибольшая доля пожилых людей в областях с многолетним оттоком населения образует кольцо вокруг Москвы. Здесь особенно постарело сельское население, ослабленное длительным оттоком. И в другие районы, особенно в Москву и Петербург, и в города своих областей. То есть из деревень люди очень активно уезжали. И вот на вот этой картинке видно доля населения моложе трудоспособного возраста. И, собственно говоря, по данным картинки сразу видно, откуда народ уезжает, куда он приезжает. Далее вот трудоспособное население, доля трудоспособного населения. Здесь можно увидеть, что фактически это районы скорее как раз-таки они идут вот вокруг Москвы. Здесь большое количество населения. А северные районы наоборот. Там население меньше. И, конечно же, пожилое население. И здесь сразу же видно так называемое кольцо вокруг Москвы. Где чем темнее, тем больше людей старшего возраста. И выделяется Дальний Восток, откуда тоже большое количество молодежи уехало. Увеличение продолжительности жизни – один из факторов улучшения демографической ситуации в России. Показатель ожидаемой продолжительности жизни рассчитывается как среднее число лет, которое проживет новорожденный, присуществующий в настоящее время смертности в различных возрастах. По данным ООН, на 2012 год ожидаемая продолжительность жизни в России составляла 69 лет. В Китае – 74 года, в Германии – 80 лет, в Японии – 83. В Индии – 64, в Казахстане – 69. Но это было в 2012 году. Сейчас, на момент 2020 года, средняя продолжительность жизни в России составляет более 70 лет. Если не ошибаюсь, там 71, по-моему, для мужчин и, по-моему, 75 для женщин. То есть, средняя продолжительность жизни в России выросла и стала более 70 лет. При этом, женщины всегда живут дольше мужчин. Несмотря на то, что мальчиков рождается на 2-3% больше, чем девочек, в старших возрастах преобладают женщины. Во-первых, природа создала женский организм более жизнеспособным, более выносливым. Во-вторых, мужчины чаще заняты на опасных профессиях, а также гибнут в различных конфликтах и войнах. Ученые определили, что здоровье и продолжительность жизни более чем наполовину зависят от образа жизни и на 20% от наследственности, а также от экологии и уровня медицинского обслуживания в стране. Очень показательно, что в последние годы, в последние десятилетия, особенно где-то начиная с 2000 года, в России сильно снизилось потребление алкоголя. Алкоголь сильно влияет на продолжительность жизни. Люди, особенно мужчины, стали меньше пить, стали сильно меньше пить крепких напитков. Россия уже давно ушла даже не то что с первых мест, а из первой пятерки и снизилась, если не ошибаюсь, куда-то в район 8-9-10 мест по количеству потребления алкоголя. По количеству потребления алкоголя снизились еще больше. Уже даже летом 2019 года были такие новости, что снизилось количество потребления пива. Люди все чаще начинают потреблять квас. Правда, пивным заводам им все равно. Квас делают тоже они. И оборудование, которое делает пиво, оно же может делать и квас. Так что пивные заводы, они были очень рады, что у них меньше покупают пива и больше кваса. Им все равно, что делать. Так что квас стали потреблять больше не алкогольных напитков или совсем уж слабо алкогольных напитков. Так что это тоже является достаточно хорошим показателем для России. Что такое демографическая ситуация? Демографическая ситуация это то, сколько рождается, сколько умирает, сколько живет в настоящий момент молодых, среднего возраста, пожилых. Сколько мужчин, сколько женщин среди них. Вот что такое демографическая ситуация. Согласны ли вы с мнением авторов учебника о том, что полувозрастная структура населения является запечатленной демографической историей? Ох, какой замечательный заумный вопрос. Ну, на самом деле, мое личное мнение, что в целом, конечно же, да. Да, что действительно количество людей в стране в данном, на данный код, количество мужчин, женщин разных возрастов, зафиксированное в цифрах, оно, конечно, показывает демографическую ситуацию в стране. Да, так что с этим вопросом можно согласиться. Выберите верный ответ. Более молодое население проживает в центральных районах России, в районах Крайнего Севера. Ну, на самом деле, конечно, согласно учебнику, это, конечно, районы Крайнего Севера. Но, на самом деле, сейчас уже сложно так уж точно говорить, что там так уж много молодого населения. В той же Москве, которая относится к центральным районам, молодого населения тоже более чем предостаточно. Как вы считаете, для чего необходимы знания о возрастном составе населения страны? Они очень важны для экономики, для понимания того, можно ли, например, строить новый завод, или для этого нового большого завода просто не будет населения, и придется его приглашать откуда-то из-за границы. То есть, все вот это необходимо учитывать. Необходимо, то есть, для строительства, например, какой-то дороги в какую-то деревню. А есть ли в этой деревне люди, которые этой дорогой будут пользоваться? Для всего этого необходимо знание демографической ситуации. Назовите особенности полувозрастной структуры населения страны. Особенность в том, что в целом сейчас, конечно, молодежи меньше, чем людей старшего возраста. Но, в принципе, рождаемость продолжает увеличиваться, что, конечно же, радует. В старших возрастах, то есть, среди пенсионеров, преобладают женщин больше, причем чуть ли не вдвое больше, чем мужчин. Тоже такая особенность. Так, какие различия по возрастному составу населения преобладают в отдельных регионах России? Чем это обусловлено? Различие в том, что молодежь самая мобильная, то есть, молодые люди, им легче всего покинуть свой дом и уехать куда-то в другую область на заработки. Собственно говоря, они чаще всего так и делают. И из-за этого где-то в областях гораздо больше пожилых людей, а где-то, наоборот, гораздо больше молодых людей. И это такая серьезная особенность. Найдите на полувозрастной пирамиде точки, соответствующие вашему возрасту, возрасту ваших родителей, бабушек, дедушек и других родственников. Ну, найдите, собственно говоря. Там достаточно посмотреть на центр и увидеть, что от 0, 5, 10, 15, через каждые 5 лет показывается возраст. Найти несложно. В послании Федеральному собранию в мае 2006 года президент России назвал одной из самых острых проблем современности – демографическую проблему. В качестве задач, направленных на преодоление демографического кризиса в России, были названы снижение смертности. Стоит отдать должное, правительству удалось добиться результатов. Смертность была существенно снижена, а продолжительность жизни увеличена. Эффективная миграционная политика. Ну, вот здесь вот я лично могу сильно поспорить о вопросах эффективности миграционной политики. Потому что большое количество жителей Средней Азии, которые ни разу не русские, они ухитряются достаточно спокойно приезжать в Россию, получать гражданство и жить здесь. В то время как русские люди, у них большая проблема с тем, чтобы приехать в Россию и получить здесь нормальное место жительства и документы. Самое главное – это документы и гражданство. Поэтому вот в этом вопросе я могу сильно поспорить с тем, что это эффективная миграционная политика. С другой стороны, конечно, Россия не пропускает к себе, как Европа, огромное количество, миллионы мигрантов из стран Северной Африки и Арабского Востока. И тут, конечно, эффективность присутствует. Повышение рождаемости. Ну, России, конечно, удалось правительству добиться повышения рождаемости, но пока еще до двух детей на женщину результатов до них еще далеко. Вот так вот. Продолжение следует...